Всем ассалам алейкум, всех рад приветствовать у себя на канале, не устану повторять, меня зовут Сираж И хотел бы я вам выразить огромную благодарность за вашу поддержку Мне абсолютно ничего от вас не нужно, кроме как простой человеческой поддержки Сегодняшний наш выпуск будет про легендарную тачку Нет, это не М5Е60, но эту машину я бы поставил на один уровень с М5Е60 по ее легендарности Потому как она дает эмоции Очень многие молодые парни хотели себе приобрести этот автомобиль Да и сейчас ее хотят приобрести, несмотря на года У многих водителей Формулы 1 были эти машины И они говорили о том, что как приносить эта машина эмоции Даже болид Формулы 1 не приносит Да, я говорю о Mercedes C63 Performance И да, мы ее уже приобрели Вместе с моим другом Аланом Это автомобиль вчера ночью, когда мы отгоняли к моему другу Алану домой Испортился, у него порвался ремень Но это ничего страшного, это никак не отменяет ее легендарности С кем не бывает, это 2011 года машина Сейчас я приехал к Алану Забираем мы машину, грузим на эвакуатор Меняем ремень А дальше вас ждет жаркий контент Всем приятного просмотра Приехал я к Алану дому И я приехал на свои BMW Вы видели все то, что я заехал на бордюры Абсолютно ничего не стало Диски погнулись Я их уже исправил Уже давным-давно Оба диска И все Больше абсолютно ничего не произошло с этой машиной В таком нереальном месте тут живет Какой-то особняк Это больше похоже на какую-то школу Я не знаю Университет Чем дом Все отлично Про эту звезду приехали выпуск снимать Он же звезда Да-да, звезда Это ночной пистисемен Аланбек Какой ночной? А почему ночной? Самое главное После 10 часов до утра Отличные новости бывает у него Салам алейкум Салам алейкум Всем приветствую Всем салам алейкум Всем привет Всем здоровья Всем здоровья Всего хорошего Салам алейкум Чтобы поддержите Все будет окей Вайте комментарии Лайки, комментарии Все вперед Вперед Только Таджевистан Бапеш Все отлично Вы наверное его все уже узнали Это Алан Алан Пудрот Брат, ты ему уже рассказал это или нет? Нет А, ну да Я уже рассказал про машину То, что с ней случилось Я хотел бы рассказать немного про тебя Это Алан Пудрот Вы все его наверное прекрасно знаете По предыдущим моим выпускам И этот человек оказался Нереальным олигархом Хотя изначально нам продавал Форд Вокус за 300 с чем-то тысяч рублей И мы думали Как бы там 10-20 хотя бы скинуть Хотя могли оказывается скидывать и 100 Потому что этот человек никак не ощутил бы это Бесплатно забирать Бесплатно А ну давай знаешь что Представь просто эту машину Ты сейчас смотришь на нее И охарактеризуй свои эмоции Они знают, что это машина Знают, знают Ты охарактеризуй свои эмоции Я им еще не показываю просто ее Смотри В плане какой-то скорости И там Езды в управление Она мне никаких эмоций не предоставляет Но Как один классик говорил Она старая Но мощная Понял? Вот в ней есть много дури А ты не знаешь, что она реально очень хорошо управляет? Все об этом говорят У меня здесь есть очень такой неприятный поворот Я вчера решил это проверить А почему ты говоришь, что она тебе в управляемости не понравилась? Нет, я говорю Типа вау нету Я уже типа чувствовал Ну типа ты потому что На E5 я в 90 ездил за это Поэтому она мне типа вау не предоставляет Но дури в ней Как будто знаешь Как будто это TRX какой-нибудь Но ты представь Ты молодой пацан 2011 год И у тебя C63 Я только мечтаю об этом 2011 это еще Вот только эти машины начинают Вот до REST Она мне ну никак не вставляла Выходит REST Мне там 12 лет 13 Я просто смотрю на эту машину Брата, это для меня что-то нереальнейшее И я бы ее не купил бы Никогда Ну типа ты знаешь, да Ты меня хорошо знаешь Потому что я не люблю старые машины Потому что я не люблю с ними возиться Но как я начал общаться с тобой Я начал вот У меня стоит вот пятерка, да Новая там без пробега Я на ней редко выезжаю И мне вот все не нравится Когда вот не надо лазить Не надо ковыряться Не надо лежать под машиной Вот меня уже это не вставляет Поэтому Вашему вниманию Вот этот автомобиль мы приобрели И прошел всего лишь день Мы уже начинаем вызывать эвакуатор Он будет через 20 минут Братан И начинается вот этот вот Да, щепетильный А так просто так скажу Вот так эффектно С-63 Перформанс Эффектно Давай К вашему вниманию С-63 АМГ Перформанс Мне Алан говорит Давай, Сираж Приобретем автомобиль На котором я смогу Немного подрифтить Поисполнять Немного, так скажем Поучиться Если даже зацеплю Ну там, чтобы типа Ничего страшного Чтобы это недорогой автомобиль был А потом, говорит У меня его заберешь Я ему говорю Получается Ты Отжаришь машину А потом Оденешь мне Как произошло с BMW Вон той Ты что скажешь на это Тебе вообще самому не стыдно Ты что вообще делаешь А, все понял Это артефакты, да Это смесь с машиной Заводой же идет Ты что, лукойл купил? А, это антифриз Блин, я думал Ты масло лукойл купил А ты вообще Ну, умеешь заливать Доливать там Масло Такие вещи Твои вообще Вот эти ручки белые Они приспособлены к этому? Нет, раньше этим Люди занимались Понял Утром уходишь Ты уже все залили Подлили Машину завели Полезный звонок Что значит, брат? Да, гриль Какой? Полезный А, слышь Если что, это шутка, пацаны Типа, я ровно такой же, как и Дираж Имеется ввиду то, что я типа тоже Ну, умею, шарю и лазил У тебя какая первая машина была? Который ты сам купил? Шестилитровый марс Реально? Клянусь Мне шестерка была Клянусь Я сам шестерку купил, брат Где-то на шестерке Энтузиастов Ехал без прав Меня остановили, короче Добрые мои сотрудники Первая машина в 16 лет Который мне отец купил Потом у меня ее забрал За то, что я Сам, сам Шестилитровый марс Первая машина Шестерку сам купил В12 у меня был Прикинь Я в школу в ней прогуливал Понял? Я ее заводил Да, зима была А ты с кем прогуливал я? Ну, с пацанами Мы, по-моему, в машине сели Там, туда-сюда Фильм, кино Там, понял? Покушать И в моменте У нас просто перестало заводиться И знаешь что? Оказалось то, что это Стартер, короче Понял? Я не смог даже Стартер поменять Я ее продал У тебя провод Наверное на стартер Отошел просто Я не знал А там можно было Отверткой заводить, брат В общем, я ее купил За 20 тысяч А продал за 45 Я просто выложил ее В тот же день Ты перекупщик, что ли? Брат Ты перекупщик, что ли? И тут я понял И тут я понял Ага Ну, вот что надо делать Понял? И все Вот и все Вот, пожалуйста Вот это мы Так, я так понимаю Подозреваем Антифизика Надо вот сюда Вот подвезти Ну, скорее всего У меня полезный звонок Уже много раз Чувствовало? Я испугался Она всю ночь стояла Она холодная Я понял Но я почему-то Испугался, что она сейчас даст Ну, она просто Звук такой Какой-какой? А еще А так волосами можешь Одновременно Слышь Во-во Слышь, а сколько лед Рав надо Проткни пальцем, брат Белые ручки А А, не, обещай Я в моменте И пролетел Который день Я не заметил На своих двух И мне навстречу Только летел Мне светит солнце Хоть и говорили все Что мне ничего не светит Что, куда он вообще делся, брат? Столько идет Это нормально, брат А что так много? Да, брат Я когда этот машин проверял Он снизу где-то Антифриз капал С кого-то падал Эвакуатор вызвал вообще? Да Все, ждем У меня каждое утро стоит У эвакуаторщиков Все в Москве Теперь уведомления Утром просыпаются Так, надо ехать Мы уже на месте Решаем Нужны они здесь Нам или нет Давай с твоей головой Переход на эвакуатор На эвакуатор? Да А вот и эвакуатор На фоне этих двух машин Эвакуатор, по-моему Что надо Нет, Алла? Он именно сочетается Он смотрится идеально Понимаешь, как надо? Брат, даже вперед Мы ее заведем Сами заведем Да, да, да Что, думали Не на ходу, что ли, брат? Сомневается А ну, холодный пуск, нет? Давай 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 сразу назад Дай и заезжай сразу Не прогревай ее Как он руль тянет Посмотрите, да? Если кто не знал Когда ремень рвется У нее, получается, гур пропадает Руль тяжело крутится Загорается ошибка То, что аккумулятор Ну, просто генератор у нее не исправит И температура поднимается на машине Лицо счастливого обладателя С-63 А это лицо будущего счастливого обладателя С-63 Так, сейчас мы отправляем машину в сервис Сами едем, помоем Эту BMW сверху И покажем клиенту Клиент, откуда-то не нарисовался Откуда не возьмись Я вообще, если честно, не ждал его Ни сегодня, ни через неделю Я хотел покататься на ней Сейчас посмотрим Что получится Первые уважения Одни из первых Не считаем дефрис и масло Ремень Как он называется, брат? Приводный ремень? Не, Дайко, да? А, Дайко Фирма Дайко Самый лучший, чем этот оригинал За 200 рублей взял? 2-300 200 рублей 2-300? Да, что вырезали ремень Едем в сервис, поехали 2-300 За ремень Это, типа, ну, нормально Или, как я не знаю Просто Типа, он Хотя бы Месяц будет? Я не знаю, брат Я думал, он 1015 должен стоить Да? Да Твою вот такую качество Как у меня на ремне, понял? На часах Подожди, мы же машину В идеал восстанавливаем Не, ну, здесь другое Альтернатива Альтернатива нет 2-300 на ремень Значит, четко Четко Самый хороший Из тех, что были взяли Так скажем Фу, братуха А когда не самый хороший? Я сказал, самый дорогой ремень, да? Вот этот Он начали свой снимать Начал А самый дешевый Бесплатно там был? Ты что делаешь? Заехал просто Вот заехал в сервис Поменять ремень Который я мог Дома сам поменять Понял? Чтобы снять контента Для вас Чтобы вы посмотрели И так далее Прихожу И тут Ответственный За весь сервис Говорит У тебя машина Облита полностью Лаком А потом уходит Подожди Потом убегает Убить не машину Убить не машину Ты не сказал То, что она крашена Покажи, где крашена Покажи, где крашена Покажи, убегала Нет, послушай Покажи, убегала Завода Завода Он крашен Завода Нет, тебе твой прибор Что показал? А я прибор урод Прибор не показал Прибор не показывает Что крашена Нет, это Покажи Дайте, дамы Самый лучший прибор Дамы Хочется Дай Принеси В моей машине Я же проверял У тебя есть машина? Да, да Я же проверял Смотрел А что ты проверял? Я говорю Это убитый машина Нет, брат Я тебе скажу Что крашено Это задняя арка Крашена И та С той стороны Задняя арка Может это проблемные места А ты вообще От наката Вообще понимаешь? От машины Ты вообще понимаешь? Нет Ну тогда Запикает, брат Я вот запика делал Э, ты решетку Зачем взял от машины? А, брат Смотри Вот тут, короче Видишь, такой моментик Ну, видишь, да? И бабки С новой возьмем Делай его, брат Я хочу, да Я хочу, чтобы Чтобы человек Который подошел Который подошел К этой машине Не ходил Как он понял Она крашена Она то Я хочу, чтобы все было идеально А, это убитый Послушай Еще говорит хозяин Чеченец Был Что ты хочешь? Чтобы Здесь будет черный Вот думаю Ну здесь нету Дистроника Но есть решетки С дистроником Я вот думаю Нужна Чтобы она была закрыта Или нет Давай возьмем Такую Он как бы не будет функционировать Но просто для красоты Давай И у нас А парамег Сколько здесь 127 А 27 тысяч Какой 27 Это мили 23 тысяч Машина Новая Ролики оказались Испорченные А сам ремень Оказывается Не порвался Он слетел Просто с роликов И нам говорят Что все 4 ролика Нужно купить И сейчас Позднее время Мы купить не можем 4 ролика И это все Откладывается На завтра Завтра мы заберем Машину Надеюсь Сервиса Надеюсь Мы заберем ее Сервиса Завтра заберем И завтра уже Снимем Слушай Завтра мы не туда Поехали Куда? По городу Поставьте Откуда? От чего это? Какая разница? Не, не, братан Ты убитый Бэушник От какого-то велосипеда Ролик не дал Это 6.3 Перформанс Сюда нельзя ставить От велосипеда За обчасти Еще не бит Не крашен Да И двигатель Нетронутый Да Тронутый Нет Полностью все сделано От капитальной Тронутый Ауа Все Переключаемся На завтра Это и есть адрес Брат Просто Вторую точку Напиши Мосфильм авто Ты у меня Три раза спросил Какая решетка Я говорю Хромированная На цешку 63 204 Кузов Я не знаю Как еще Надо объяснить Брат Нет Хромированная Мне сказали Трехполосная Трехполосная Хромированная Один Как Серый 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 Трехполосную Перетели Что-то И еще Адрес Так Обязательно Да Просто Мосфильм авто Напиши Пожалуйста Трехполосная Какой Указает Водителя Знаешь Что самое Интересное Курьер Приедет Скажет Я ехал Из замка Заплатите Мне 900 Рубля Когда я эти 900 Рубля Мог Такси Отдать Понимаешь За 30 Минут Он доехал 12 часов Здесь Это три раза Переспрашивает Какой Решетка Мне что Надо сказать Какой Решетка Серый Говорю На цешку Что Я не понимаю Мы просто В шоке Мы уже Столько Времени Сидим Здесь Пойдем Возьмем Новый Приехал Эвакуатор Я загружаю Свою BMW На эвакуатор Чтобы отправить Чтобы проверили У нас за день Потому что У нас Клиент Не знаю А У Свету Возьмем BMW Свету Когда нам BMW Даст Не даст Да Нет Конечно Ладно Наконец Так К нам приехала Решетка Пригиньте Я вам Говорю То что Я отправил Свою машину На эвакуаторе В сервис Ну типа Клиент Хочет приехать Посмотреть Ее У нас Девы Должны проверить Там Не отхода Было Само Ехать Полтора Часа Должен Был Ехать В итоге Я ему Звонил Спрашиваю Ты где Там Доехал Нет Он говорит Еще Полтора В общем Три Часа Решетка Там Ехала Два Часа К нам Курьер Который Вез Эти Получается Для Ремен Отяжителей Короче Он Ехал Там Сколько Три Споловиной Часа Знаете На Самокате Я не знаю Был Через Москву Реку На Этем Скейтборде Он Ехал Оригинал Тут Искал Как Ты Поможешь Оригинал Акси Получая Даже Внутри Черная Там Много Вариантов Было Ее Взять Ну Разных Мы Взяли Эту Там Много Вариантов Было Не Оригинально Аккуратно 40 Тысяч Отдал Это Много Или Мало Да 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 Анаш Че Я Хочется 7 тысяч рублей Надо Семень Оденем Мы Оденем Эту Решетку Тоже Наденем Эту Решетку И все И выезжаем Четко Надо Сломай Сломай Нормально Сато Расскажи Какие работы Мы проделали Что ты делал У меня Настроение Спорт Я видел Ты что В Гитая Чтоли Ебой Япония Нормально Снимай Долгцы Они Смешно Что скажешь Паде Он пацан Из Алиэкспресс Скажи Не ломай Скажи Оригинал Что думаешь Он сломанный Уже Ну Оригинал Нет Че думаешь Вот это 40 тысяч Отдал Вот так Правились Это Вот так Потери Он 40 тысяч Да Лапануете Да Как всегда Как Вы Даже Да Да Смешно Два дня Двое суток А сложная Работа Все таки Интересная Смотри Она Вот здесь Или у тебя Денег Что-то Позор Бевушки Ролики Купил Какие Бевушки Не накидывай Братски Блин Вот такую Поставим Что-ли Здесь Так же Брат А это Типа Так Должно Быть Да Да А нет Это Мятины Брат Раз Два Это Его Крепление Вот Сзади Нет Вот Смотри Сколько Мятин Раз Два Три Четыре Здесь Даже Аккумулятор Сдох У нас Аккумулятор Убит Хороший Аккумулятор Брат Пока В этот Сервис Не заедешь Скажи Пожалуйста Куда Ты мой Аккумулятор Делал Новый Был Новый Аккумулятор Он его Сдал Ты его За 1000 Блей Сдал По-любому Маккомбо Эй Куда За 1000 Сдал Скажи За 2 Выкупим Его Что Забоялся Да Как Тебе Обладать Цежкой И сидеть В сервисе Но зато В ней Брат Я устал Отчего Сегодня Какой-то Странный День Максимально Давай Уже Знаешь Что Переход Делаем Тупо Просто Как Мы Нет Просто Как Мы Вот Тупо Смотри Сейчас Переход Какой Мы Наедем Боком Давай Поедем На следующую площадку Чтоб Гаищники Не настигли Давай Давай Поехали Не знаю Куда Небудь Дальше А здесь Нельзя На Вот А А А Чего На Четвертую Включила Ой Страшно Капец Ну Так Прикольно Если честно Для этого Хотел Дальше Смотри Переход Вот Дай Нормально Ты Отпускаешь Брат Кого Отпускаю Третья Скорость Я Не понимаю Смотри Вот так Делай Не Один Не А 100 На 2 На 2 На 2 Ты Че Делаешь Жесть Просто Брат Давай Уедем Пацан От людей Подальше Брат По-братски На самом Деле Так Ездить Нельзя Так Ездить Нельзя И мы Это Не Одобряем И Вот А На Тоже Ругаю А На Таких Площадках Не Надо Так Ездить Где Люди Есть Надо Если Ездим Если Ездим Так То На Парковках Где Людей Нет Ладно Какой Сотрудник Сотрудника Которая Должна Сному Лиц Это Уже Продолжает Для Мужчин И честь Дорожей Жизни И Семнёй Только Те Кто Это Доказали Клинусь Трус А сник Продвиж Нам Жизнь А С Кравдость Ее Не Убавит На Парковке Джек Чисто Платной Слэнг Слэнг С тачки Слэшен Глэб Глэб Гумер Будто Джет Летает На Парковку Джек Чисто Платной Слэнг Слэнг С тачки Слэшен Глэб 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 Гумер Будто Джет Влетает Тут Вокруг Наш Швы Пулевые Вокруг Спортики Платные Вокруг Округ Округа Они В дыме Вокруг Самый Пьяный Округ Мир И Тут Уходят Богу Молодым И Стелла Эти Времена Лихими Во имя Добра Ни Гордыни Я надеюсь Нам не Стать Она Никаких Эмоций Не Предоставляет Но Как Один В классе Говорил Она Старая Но Мощная Так Здесь Такая Ситуация Мы с Алла Приехали На Крокус И С нами Мастер По Дрифту Саид Эй Саид Это Человек Которому Я Заплатил 50 тысяч Рублей Учитель Мой Сансей Который Научит Меня Как Правильно Держать Руль И Что Там Надо Давай Снутри Здесь Короче Алла Друг Говорит То Что Он Намного Лучше Умеет Крутить Машину Его За Уцелем У него Есть Одна Попытка И Мерседес Е 200 Это Он Тебе Научит Хотел Чему-то Да Моих Пацанов За Плечами Те Кто На Чами По Ним Скучают Для Мужчины Честь Дорож Жизни И Со Мною Только Те Кто Это Доказали Клинусь Трус С Непродлит Нам Жизня Храбрость Е Не Убавит Напрасно У меня Заглохла Машина Может показать Ребята Как на полном Приводе Надо А может Соберем Один день Подписчиков Вот здесь На площадке И каждому Будем давать Крутить 15 тысяч лайков Сделаем 15 тысяч лайков Да 100% Давай Саид Саид Легендарный 360 Сможешь Сделать Давай Давай А он С тобой Будет Снять Машине В этот Момент Не Хочешь Не Хочешь Ну Легендарный Сможешь Будешь Будешь Делать Эй Алан Садись С ним Брат Садись А Давай Вот эту машину Уберите По-братски Вот туда Ну вот Стоп Поехать Уберите 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 Да, ты прям перед нами взорвал, короче, понял ее? Я один момент думал, что ты, типа, херни вот эти, собьешь. Да, вы видели, вы видели. Вот тут вот, если бы с колесом, он бы вот так пошел бы туда. Блин, что это, что у нас дымит, горит, все, прикинь, да? Я думаю, не грустно, не ошибся. Ладно, скажи свои эмоции, как сидел внутри. Бомба, брат. Да? Ну, ты думал, что он сейчас впишется куда-нибудь в этот столб или куда-нибудь? Я думал, мы сейчас пристреляем сегодня много. А он сразу как дал, да? А он сразу как дал. Не привык, что-то широкий круг, огромный взял, смотрю. Уже свободно, дырка, давай, иди сюда. Эй, а он если в Дагестану едет, я за ним езду. Алла, как тебе машина в целом? Ты же говорил, что эмоции не приносят от них. В плане какой-то скорости и там езды в управление, она мне никаких эмоций не предоставляет. Ну, а то, чем бомбово, если честно. Да? Я уже даже тебе продавать хотел. Да? Сейчас что передумал? Ну, как будто бы. Не, ну, если ты ее хочешь, я тебе ее продам, сам заеду. Ты хочешь, что, по кайфу, а там последний вкус от хлеба отдам. Но я очень кайфую с ней. Да, вообще не думал, брат, что надо идти. Я, типа, знаешь, очень сильно хотел М3, но в силу того, что ее сейчас сложно купить. Если купить, то за 5 лямов она, типа, не стоит. Я же говорил тебе то, что эта машина тварь, брат, она эмоции дает жесткие. Я спаивался именно потому, что, типа, она не будет такая прикольная, эмоциональная, как М3, но как будто бы будет. Именно вот в этом кузове, как будто это вообще дурь. У меня же была 205-я, 63-я в рестайльнике. Это не то. Это зверь, это зло, брат. Она, брат, сумасшедшая из психушки, понял, выпустили. Она вот тут у себя белую штуку скинула и пришла на турокус. Держи, держи, надо было держать. А он сразу руль не выруливает. Я не знаю, что мешает, брат, честно. Я же на этой школе дрифта, то есть, там ММВ, нахуй, проходил, понял, типа, был там. И не мешает то, что они мне там говорили. А что они говорили? В голове понял постоянно. Потому что они меня учили, типа, с нуля, и они, вот, вот, набери 20 километров в час, дай газ, отпусти. И это то, и все. Ну, давай какая-нибудь аучили сделай. Еще, не знаешь, что говорили? Куда бы ты ни ехал, куда твои глаза посмотрят, туда и ты поедешь. Такую тему говорили. Я когда вот сюда вот начинаю смотреть, там не разворачивают. Я не понимаю, короче. Они что говорили? Вот ловишь круг, едешь 20, газ даешь, отпускаешь. Вторую, брат, я сакинул нормально. Вот так не держи, когда разворачиваешь, потому что она сильно резину жгет, понял? А вот мне тоже сказали, когда разворачивают, наоборот, газ давай. Не, она сильно резину жгет. Вот вторая. И вот сейчас пошел. Смотри, вот ты дал один раз, на вторую скинул. Один раз дал, да, отсячки, на вторую скинул, и он пошел боком. Вот, вот, вот так сделал и все. Давай я сам сделаю, ты езжай, давай, давай. Все, скинул и пошел боком. Все, вот пошел. Опять у тебя этот. Вот, вот, держи, держи, держи. Сейчас, давай. Вот здесь газа не хватило, наоборот. Поддержите нашего брата лайком. Чтобы он этот. Это будет облезненно, это не попадет. Да? Да, я расстраиваюсь, брат, серьезно. Клянусь, я расстраиваюсь. Брат, я что, плохо езжу? Это вообще разные вещи. Ну да. Скажи? Ну да. Ну, объективно, как я езжу? Нормально. Нормально? Ну, ладно, лучше, чем начинающийся. Нет, вообще. Че? Да ладно это. Вообще, как будто я никогда жизни за рулем не сел. Меня это расстраивает, клянусь. Нафига я его. Тест не держи, брат. Тихо, тихо, тихо. Где-то мы люди учатся, я не понимаю. Я, как и натуре, как чайник какой-то, понял? 40 тысяч мне пускай в школе дрифта дадут в БМВ. Тихо, 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 тихо. И потом по ночам я... Молодец, молодец! А-а-а! Я отсидел. Молодец, суди, засунул. Третий раз был за рулем. И вот все, что вы до этого видели, это я учился. Особо меня... Хейт не так-то я хорошо езжу за рулем. Я в Москве там с 15 лет езжу за рулем как-то. Вот люди не дадут мне это соврать. Но вот эти все движения, дрифт и так далее, это все было не для меня. Но в какой-то момент стало интересно. И мне кажется, вот Саид поедет в Дагестан, я поеду за ним, он в Москву, я сюда за ним. И когда-нибудь я приду и скажу, пацаны, смотрите, 360 тысяч лет сколько получается? 360 плюс 360? Да, 720. Да. Я приеду и скажу, пацаны, 720, держите их, вот так будут где-то выкушать. Приехала секретная система, нас сейчас закроют на пару суток, поэтому мы переносимся. Мы не переносимся, наверное, уже пора закручить усилию, это сделать сираж. Подожди. Американец. Давай, давай. Не, хорошо было же, да? Не, мне понравилось то, что ты сделал. Я отцелил жестко, да. Да, он прям жестко отцелил. Если пиоры перевернуть, надо все моменты. Не, ну так-то... Все, Саид, все. Мы хотим, знаете, что вам сказать, друзья, сауном. То, что, если вам интересно, чтобы данный автомобиль Mercedes C63 Performance, мы вам показали, как мы его даст на стим, как мы там перешнем сидение, сливаем по кузову некоторые моменты, по технике некоторые моменты. Если вам это интересно, мы вам покажем. И если этот ролик набирает 15 тысяч лайков, мы собираемся здесь на фокусе. Я ранее говорил в Инстаграме об этом. И где-то 15 человек из подписчиков, мы дадим покрутить эту машину. Даже железно. Если 15 тысяч лайков. Ба-а-а-ай, Брикида! 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 Мы будем продолжать съемки на этом канале. Так что всем удачи, всем хотел бы попросить, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, поддержите нас, поставьте лайки, комментарии, даже. Это же. Это же. Это же. Ты 15 тысяч мало сказал, брат, там железно, 30 наберете. Не, если так подумать, типа, чтобы 15 человек отжарил одну машину, это очень много. Это, конечно, надо, там, на. Эй, брат, 25. Минимум, брат. Я сделаю все возможное. Я помогу тебе в этом. Я вам помогу. Попрутить нужно каждый день, только 20. Конечно, конечно. Все, наберем. 30. Я обжарю. Нормально. Сейчас обменем, мы себя не делаем. Эй, 30, пацаны, что с нас смешать? 25 тысяч, и все. Пацаны, и также, если кто-то среди вас есть, те, кто там ранее у меня знал, из других каналов, с моего инстаграма, там, с футбола и так далее, и тому подобное, неважно, если вы здесь присутствуете, прошу не за себя, это не мой канал, Сиража канал, если вы его будете поддерживать, я думаю, он будет пили для вас контент. Я купил ему цешку, он его купит у меня скоро, и все, наверное, разыграет среди вас. Ну, наверное. Так что влепите сюда лайк, комментарий, все, что там, ваши пожелания. И скажите ему обязательно, чтобы он, наконец-то, снимал выпуски с микрофона. Вот здесь вот, у него там лежит микрофон за 30 тысяч, он их не носит. Да ну серьезно, что ли? Да. Микрофон для слабаков. Тормози, да. 30-ка, пацаны, так что всем удачи, всем пока. Нет, не надо, подожди, ты так красиво зачитал, брат.